Сегодняшняя наша лекция называется «Продуктовая стратегия от идей до гипотез». Кто я? Я рассказывать уже, думаю, не буду. Вы, скорее всего, все и так знаете. Все были на предыдущей лекции. Если кратко, я продакт-менеджер аналитической системы MayTracker в рамках Mail.ru Group. Большая часть моей деятельности была связана с развитием B2B продуктов, но MayTracker – он B2B2C. Решение, соответственно, моей экспертизы все-таки более B2B. Чем я занимаюсь? Я отвечаю за стратегию развития продукта и, собственно, за притворение этой стратегии в жизнь, за тактику, за конкретную реализацию каждой фичи, которая ведет нас к нашей глобальной цели. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Как я вам уже рассказывала на предыдущей моей лекции про работу в команде из два типа дорожных карт, вот мы сегодня их вспомним. Дальше основная суть этой лекции – она про то, как создавать и продумывать идеи, которые дальше будут трансформироваться в гипотезы, и как эти гипотезы проверить минимально для того, чтобы дальше их уже заносить в ваш родмам и приоритизировать. Здесь буквально пара слайдов из лекции Василины. Гипотезы. Вы все верно говорите. Это максимально конкретное предположение, которое вы формулируете уже непосредственно перед экспериментом, а идея – это максимально абстрактное предположение, ваша догадка на тему определенной ситуации. Мы пропустим эти слайды. Общий путь от идеи к гипотезе. Я попыталась для вас отобразить максимально подробный путь, который мы проходим для того, чтобы уже получить конкретные гипотезы. Итак, всегда все начинается с того, что вы должны осознать некую проблему. Даже если эта проблема – мне надоело работать в корпорации, мне недостаточно денег, мне все не нравится. Это, правда, проблема совсем ваша личная, но исходя из нее, исходя из ее создания, осознание – дальше вы уже начнете раскручивать и создавать какие-то идеи, а что вы можете сделать, чтобы из этой проблемы выйти. Если мы говорим про создание, например, какого-то нового продукта, то там осознание проблемы, например, в нише стиля. Есть проблема. Люди очень хотят быть стильными, при этом для того, чтобы быть стильными, им нужно обратиться к стилистам. Порок входа в это направление стилисты стоит дорого. Соответственно, вот у людей есть такая незакрытая потребность. Я хочу быть стильным, но не хочу при этом так много денег отдавать за то, чтобы стать таким стильным. Конкретизация проблемы – это, собственно, когда вы говорите о том, а сколько денег сейчас отдается, а сколько они готовы были бы отдавать, а что еще есть, что мешает начать быть стильным, условно говоря. И вот как только вы вашу проблему формализовали, как только вы ее обозначили, как только вы ее одели в некие цифры, дальше начинается поиск идей. А как эту проблему чисто теоретически можно было решить? Мы чуть подробнее об этом тоже дальше поговорим, какие есть варианты развития в поиске идей. Как только у вас случился набор идей, например, с точки зрения стиля, как вы можете помочь человеку быть более стильным? Магазины могут начать что-то делать, они могут давать человеку какие-то пакеты, рассказывать о том, как сочетать какую-то вещь. Стилисты могут всегда снизить цены или предложить какие-то особенные услуги, которые будут стоить недорого, и при этом будут удовлетворять какую-то минимальную потребность пользователей. Это вот даже две просто самых верхнеуровневых идеи. Дальше, как только идеи у вас сформировались, идей вы проверить не можете, вам нужно проверять некие гипотезы, которые из этих идей следуют. Вы формируете полгипотез максимально конкретных, как вас учила Василина, и проверяете. Как правило, это всегда гипотезы об аудитории, о ее поведении, о ее ожиданиях. Собственно, если вдруг вы поймете, что у вас какая-то гипотеза не подтвердилась или не подтвердились все идеи, вы на этом этапе возвращаетесь обратно на этап поиска идей и снова что-то ищите. Если на этом этапе у вас гипотезы подтвердились, вы конкретизируете идею, и, собственно, да, исходя из этого, у вас уже формируются продуктовые гипотезы, как должен выглядеть ваш продукт, который решает изначальную проблему, и вы идете проверять уже продуктовые гипотезы. Мы сегодня, еще раз повторюсь, концентрируемся на теме того, как найти идею, какие есть методы и техники по поиску идей, и немного поговорим о том, а как проверять ваши предположения, как понимать, насколько они хороши. Предположения слэш-гипотезы. Основная проблема поиска идей, естественно, заключается в том, что идеи от вас будут ждать каждый день и час в течение 8-часового рабочего дня, а то и 12-часового. А для того, чтобы они все-таки появились, нужно некое вдохновение, потому что вот так вот по щелчку или по взмаху волшебной палочки у вас в голове ничего не случится. Если откатиться немножечко к началу, для того, чтобы вы понимали, в принципе, зачем это нужно. Давайте вспомним о том, какую роль приносит продукт в команду. Продукт в первую очередь дает команде направление. То есть он говорит, что мы должны с вами прийти туда-то, туда-то, достичь таких-то KPI-ев и сделать наш продукт вот таким-то. Продукт приносит в команду финальное видение продукта, которое базируется на том, что продукт хорошо знает рынок, продукт хорошо знает пользователей, продукт умеет работать с данными. Вот все то, что я вам до этого рассказывала. И самый первый этап, который проходит продукт, когда он начинает смотреть на продукт, когда он пытается формализовать, куда им надо прийти, он смотрит на бизнес-контекст развития продукта. Что такое бизнес-контекст? У продукта всегда есть от топ-менеджмента или от понимания рынка некие KPI, некие цели, бизнесовые именно, с точки зрения денег, чаще всего, которые нужно достичь. Например, заработать 3 миллиарда рублей через 3 года. Или это может быть не всегда абсолютная цифра, иногда относительная, занять 30% такого-то рынка. И вот, собственно, он получает эту цель и дальше идет смотреть на что? Дальше он идет смотреть на свой собственный продукт, насколько он отличается от конкурентов, дальше он идет смотреть на рынок, какие там есть тренды, куда движутся все косвенные явные конкуренты. И дальше он дополнительно еще и собирает ожидания стейкхолдеров, если мы говорим о каком-то сложном продукте. Особенно там, если мы говорим о B2B продукте, вот там ожиданий стейкхолдеров всегда масса. Вот это все продукту нужно для того, чтобы сформировать четкое понимание того, каким образом он достигнет вот этих вот желаемых KPI. И это понимание как раз-таки трансформируется в то, что мы называем дорожной картой развития продукта. Дорожная карта – это по большому счету ваш план развития продукта для всей команды. Она отвечает на вопрос, что мы делаем для того, чтобы вот прийти к нашей конечной цели. И тут еще раз, нужен и анализ рынка, и анализ пользователей, и пожелания стейкхолдеров, и собственный анализ своего продукта, ну как минимум там тот же самый свод. И обязательно у вас должны быть прописаны бизнес-цели. Если они не прописаны кем-то сверху, то вы их прописываете сами. Вот как раз-таки из разряда «хочу» занять не менее 25% на рынке. Какие бывают виды дорожных карт сейчас? Я вам как раз-таки об этом рассказывала, но рассказывала немного в другом контексте. Я рассказывала о том, что в зависимости от типа дорожных карт вам будет проще или сложнее работать с вашей командой. Глобально можно выделить всего два вида дорожных карт. Карта фичей – это когда вы посмотрели, что вам нужно принести в следующем году плюс 20% к деньгам. Где-то в октябре вы на это посмотрели. Все, взяли в кучку весь свой анализ, который есть. Исходя из этого, вы сформировали некий поток, некий набор фичей, которые, на ваш взгляд, вас приведут к этой цели. Вы это сделали очень заранее, вы это сделали очень умозрительно, потому что время у вас всегда ограничено. Вы попросили разработку как раз-таки это все оценить, немного скорректировали, исходя из того, что сказала ваша разработка по срокам реализации каждой из фич. И, собственно, эту карту фичей на будущий год вы и понесли в топ-менеджмент защищаться. Что здесь плохого, я уже рассказывала. Во-первых, у вас может очень сильно в течение года поменяться контекст. Например, коронавирус. Рынок кардинально изменился, и вам, собственно, нужно полностью перестраивать ваш продукт. Ничего страшного в этот момент не происходит, но вам приходится в обязательном порядке, так как вы уже в начале года пообещали определенные фичи, как минимум вашему топ-менеджменту, вам приходится идти и говорить, что вот такая-то ситуация, эти фичи нам теперь не помогут, вот такие-то фичи нам нужны, и вы снова, опять-таки, на полгода вперед обещаете конкретные фичи, которые помогут достичь вам результата. Второй вариант. Вот карта фичей, чтобы вы понимали, это самый распространенный тип дорожных карт, который работает в большинстве крупных компаний, и какое-то время назад он, в принципе, был превалирующим. Но сейчас появляется очень классный тренд на то, что люди начинают понимать, что ситуация очень изменчива, и вот эта вот карта фичей, она заставляет вас делать лишние телодвижения там, где можно было бы их не делать и потратить время на что-то другое. И появляется дорожная карта в виде KPI, когда вы знаете, что вам нужно принести погоду там, столько-то, столько-то денег, неважно, вот там, ваших KPI. Вы эту цифру декомпозируете на более низкоуровневые цифры, по кварталам, по месяцам, и всего лишь защищаете вот эти вот KPI квартальные. Говорите, что я в этом квартале хочу вот так вот сделать, во втором, с учетом факторов, с учетом того, что лето, летом всегда все уезжают, вот пуска, и, соответственно, у нас аудитория меньше. Я хочу достичь таких-то KPI и так далее и тому подобное. Что это вам дает? Для вас это возможность маневрировать и каждый раз выбирать и определять заново, то, что конкретно вы будете делать для того, чтобы достичь вот этого конкретного KPI вот в этот конкретный квартал. Вот именно для того, чтобы сформировать вот это вот финальное видение того, что будет реализовываться в этот квартал, в этот полугодие или в этот год, вам и нужен поиск идей. При этом вы должны понимать, что у вас есть несколько вариантов, несколько ниш, где вы эти идеи можете искать. Это зависит от того, какая у вас ситуация в продукте, потому что где-то продукт отвечает и за маркетинг, и за все на свете, а где-то только вот именно за продукт, но глобально вы можете достигать своей KPI посредством улучшения продукта. И здесь может быть какая история? Вы можете улучшать уже существующий продукт, просто добавляя какие-то новые фичи. Например, вот я делаю продукт, система маркетинговой продуктовой аналитики и добавляю просто фичу предиктивная аналитика. Она очень хорошо ложится, потому что так или иначе большинство продуктов и аналитиков в какой-то момент времени начинают пытаться предсказать, что будет с их аудиторией, что будет с какими-то метриками. Это текущее улучшение продукта. Еще один вариант того, как вы можете улучшать продукт, это диверсификация продукта. Например, опять-таки, вы делаете систему аналитики, маркетинговой, которая дает вашим пользователям понять, насколько хорошо или плохо прошла их рекламная кампания. Вы сконцентрированы только на этом. При этом вы проанализировали рынок и поняли, что очень большой спрос на технологии создания баннеров рекламных. И вы добавляете эту технологию к своему продукту. Вы в этот момент заходите в соседнюю нишу, ваш продукт обогащается. При этом это все равно живет в рамках улучшения продукта. Маркетинг. Вы, в принципе, можете, не улучшая продукт, лучше работать с маркетингом. Самый очевидный, такой максимально простой пример сковородки Тефаль. изначально, когда они только выходили на рынок, они думали, что самая классная история и слоган, с которыми они выходили, идея, что покупайте, пожалуйста, наши сковородки, потому что на них можно готовить без масла. Но как-то продажи не шли, они пообщались с аудиторией и поняли, что на самом деле домохозяйкам важнее, что их проще мыть. Они просто поменяли рекламный ролик, продажи выросли. Классно. И третья история – партнерство. Партнерство HR, на самом деле, то есть партнерство с другими коммерческими организациями, партнерство с госкорпорацией или, в принципе, с государством. Самый такой простой, наверное, пример. Сейчас у нас эра экосистем, эра миниапов. И если вы, например, интересуетесь этой темой, вы знаете, что в ВК есть большое количество миниапов. И на всех отраслевых конференциях коллеги из ВК говорят, приходите к нам, делайте миниапы. Это будет выгодно и тем, и другим. Это тоже своего рода партнерство. Прежде чем генерить определенные идеи, вам нужно подготовиться к, собственно, к самому процессу генерации идей. Что такое подготовка? Во-первых, вам нужно зафиксировать жизненный путь пользователя. Это не совсем классическая история. О чём я здесь хочу сказать. В социологии есть такое направление исследования жизненных путей. Когда вы берёте и фиксируете средний день, среднюю неделю, средний месяц, средний год какого-то человека или группы людей для того, чтобы понять, почему он встаёт по утрам, что он потом делает, почему, какие сложности возникают. Так как я пришла из социологии в продукт, то, соответственно, этот метод я переняла сюда же, принесла в свою деятельность, и он максимально, на мой взгляд, помогает мне абсолютно во всех ситуациях. То есть когда я делаю текущий продукт, что я делаю? Я беру своего пользователя, маркетолога, аналитика, продукта, неважно, и фиксирую его средний день. С чего он начинает? Своё утро? Почему? Какие задачи он делает? С помощью каких инструментов? Какие сложности возникают? Есть ли какие-то редкие задачи, которые он делает раз в месяц? То есть вот таким образом я пытаюсь максимально понять моего пользователя. Здесь мне, естественно, очень хорошо помогают и классические варианты исследований типа глубинное интервью. При этом тут ещё хороши методы, которыми пользуются редко, которыми, в принципе, тяжело использовать, но они хороши в рамках фиксирования вот этого жизненного пути. Например, наблюдения или, например, дневниковые записи. Мало кто согласится, но если согласятся, да, там будут погрешности, но вы в целом получите очень хорошую базу для того, чтобы понять своего пользователя. Когда-нибудь попробуйте. Особенно если вы вдруг окажетесь в крупной корпорации типа Mail. У вас, ваших пользователей вокруг будет очень много, и подружившись с кем-то, вы без проблем можете попросить его заполнить тот же самый дневник или без проблем попроситься куда-то в какой-то департамент, сказать, я вот хочу просто в течение дня посидеть, посмотреть, а как вы работаете, что вы делаете, если вы не против. Чаще всего соглашаются. Вот как только вы зафиксировали весь этот жизненный путь пользователя средний у себя в голове, где-то на бумажке, неважно, вы прописываете основные потребности пользователя, фиксируете все проблемы, которые пользователь осознает или не осознает, потому что часть ваших пользователей может привыкнуть к тому, что, я не знаю, они на выгрузку тратят два часа, и это данность. Хотя на самом деле это проблема, и с этим можно работать. И только после того, как вы все это зафиксировали, вы приступаете к генерации идей, как вы эти проблемы можете решать. Методов генерации идей на самом деле очень много. На прошлой лекции Василина вам уже рассказывала о том, как важно проводить качественный анализ конкурентов и рынков. И это самая простая схема, которая работает для многих. Ну, например, если вы проведете качественный анализ какой-то ниши на Западе, то вы наверняка найдете очень много продуктов, которые там уже есть, а у нас еще нет. И очень часто их просто копируют и воспроизводят на нашем рынке и живут так прекрасно и в рамках больших корпораций, и в рамках стартапов. Плюс есть техники генерации идей, как мозговой штурм, обратное мышление. О них мы сегодня тоже поговорим. Есть более глобальные концепции анализа идей и проблем. Например, ТРИС, теория решения изобретательских задач, или методы шести шляп. И есть техники, которые помогают проверить вам качество ваших идей и слэш-гипотез. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Для начала пример. Очень часто вам будет достаточно в своей деятельности просто качественно провести конкурентный анализ рынка, функциональный и анализ трендов. Вы хотите реализовать то, что еще никогда не реализовывалось, тут вам, пожалуйста, в помощь придут техники генерации идей. Самая базовая техника, о которой наверняка вы знаете и, возможно, даже уже не раз использовали, это мозговой штурм. В моей практике мы чаще мозговой штурм используем не для того, чтобы придумать какие-то продуктовые идеи, а уже когда у нас есть некая проблема, и нам с командой разработки нужно подумать над тем, как эту проблему решить. Потому что с точки зрения продуктов как-то у нас так получается, что всегда есть бесконечный список всего того, что нам нужно сделать. Цель мозгового штурма за достаточно короткий срок нагенерить очень большое количество идей, неважно, какие они хорошие и плохие, главное, чтобы их было много. Дальше эти идеи будут оценены и уже самые лучшие идеи пойдут в вашу систему приоритетов и какая-то из них даже, возможно, будет реализована. Основные правила мозгового штурма. Во-первых, у вас должна быть достаточно большая, но не слишком группа. Оптимальный размер считается 6-10 человек. Если больше, то, скорее всего, вы не справитесь с управлением, с фасилитацией, с модерацией вашей группы. Если меньше, то, скорее всего, у вас просто будет недостаточно идей. На стадии генерации идей ни в коем случае нельзя разрешать критиковать идею. То есть у нас все идеи дефолтно хороши. И очень важно, чтобы было как можно больше идей. Перебивать никого нельзя. Очень важно, чтобы идеи записывались. И на самом деле это самая сложная и неприятная часть в мозговом штурме, потому что должен быть человек, который, во-первых, мозговой штурм организует, а во-вторых, потом запишет его результаты. Сначала вы идеи генерите и только потом анализируете, насколько они хороши или плохи. Что в рамках мозгового штурма может пойти не так? Во-первых, очень часто так получается, что группа слишком маленькая. Вы, например, просто предлагаете всем поучаствовать в рамках мозгового штурма и соглашаются несколько человек. И вы пытаетесь вот этими там двумя-тремя людьми что-то придумать. А еще очень часто соглашаются люди, которые просто к вам хорошо относятся. Не факт, что они дадут вам действительно классные идеи. Идеи преждевременно дисквалифицируются. О чем это? О том, что кто-то, например, вы пригласили поучаствовать в мозговом штурме, тем ли да, он просто сразу начал говорить, нет, это плохо, потому-то, потому-то, потому-то. Он всегда может объяснить. Даже если на самом деле он не прав, он всегда может объяснить, почему нет. Неучтены индивидуальные особенности членов группы. Это о чем? Я вам до этого рассказывала о том, что есть неформальные роли в команде, о том, что есть особенности каждого конкретного человека. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кто-то, наоборот, про инновации, а кто-то исключительно про практику. Вы, когда проводите мозговой штурм, если вы являетесь его модератором, фасилитатором, должны это заранее учитывать. И, например, людям, которые больше про практику и больше про критику, чуть больше давать акценты, пожалуйста, вот давай сейчас подождем, пусть все выскажутся, и потом уже ты покритикуешь. Неправильный инструмент для мозгового штурма. Чуть дальше расскажу о том, какие инструменты бывают. Мышление как вместо что? Вот это самая частая проблема, потому что, например, когда мы собираемся с командой разработки, они думают текущими технологиями и думают в рамках текущих технологий. И они на каждую идею пытаются понять, как она ляжет на текущую технологию, даже не на ту, которую мы еще не используем, а могли бы, а вот на текущий стек. Исходя из этого, получается так, что вот если позволить им мыслить, а как конкретно мы сейчас это можем сделать, новых идей не родится. Ответственные выступают в качестве модератора, а не фасилитатора. Модератор – это тоже проблема. Модератор, по большому счету, это человек, который просто возвращает вас каждый раз в русло темы. А фасилитатор, я чуть дальше расскажу подробнее, это человек, который копает вместе с командой. То есть он расследует, он спрашивает, а почему вы сейчас пошли в такое направление, которое кажется, что оно совсем не очевидно. Вы там что-то видите? Методы мозгового штурма. Вот здесь, на самом деле, перечислены далеко не все. Это только те, которые так или иначе пробовались на практике мной или моими коллегами. На самом деле методов бесконечное количество, и вы их, естественно, тоже знаете. Просто перечислю некоторые. Брейнрайтинг. Это техника, метод, который заключается в следующем. Вы собираете вашу команду. Каждому даете листок. Фиксируете обязательно вашу проблему на тему, которой вы генерите идеи. Дальше даете 5-10 минут, и абсолютно каждый член вашей команды должен написать на этом листочке 3 идеи. Но если не получится 3, можно 2, можно 1, каждый что-то должен дописать. Дальше. Эти листочки передаются по кругу, и каждый следующий человек не дописывает новые идеи, а дописывает что-то, развивает уже написанные на листке идеи. И вот когда все листки пройдут полностью по кругу, они собираются, и только после этого начинается обсуждение всего того, что там было написано. Чем эта техника хороша? Тем, что как раз-таки поучаствует каждый член команды, вне зависимости от того, какие у него индивидуальные особенности. И на этапе генерации идеи никто никого критиковать не будет. Практически та же самая история круговой мозговой штурм. Каждый человек высказывает одну идею, все остальные ее развивают, никто не критикует, и только потом начинается анализ. Еще один хороший способ действовать как? Мне кажется, я это даже в принципе в обычной жизни делала. А как бы повел себя человек, который является для меня ролевой моделью? Например, моя ролевая модель Маркера Тэтчер, вот как бы она себя повела в такой ситуации? На самом деле, с точки зрения работы можно использовать тот же самый принцип, только вы можете конкретизировать его в зависимости от ситуации. Обратное мышление. Очень классная техника, которую вы тоже, наверное, знаете. Когда вы формируете проблему не как вам нужно, что нам сделать, чтобы достичь наших KPI, а что нам нужно сделать, чтобы на 100% не достичь. Чем хороша эта техника? Тем, что когда вы таким образом ставите вопрос, к нему начинают подключаться абсолютно все участники вашей команды, даже самые стеснительные, потому что в этот момент с использованием этой техники пропадает страх того, что ты скажешь какую-то глупость. эту технику очень хорошо применять в начале, потому что как только вы собрались для того, чтобы поштормить, вы сначала можете подумать вот именно с точки зрения обратного мышления. все нагенерят каких-то креативных идей, люди перестанут стесняться и только после этого переходить уже к основному мозговому штурму. то же самое действую как метод. Он помогает человеку раскрепоститься. Его тоже можно использовать в начале, если вы видите, что кто-то из команды ничего не генерит, ничего не предлагает. Ментальные карты. Это по большому счету просто инструмент мозгового штурма, который помогает не забыть все то, что вы написали, сказали. И для тех, кто на словах воспринимает плохо, а визуально хорошо, это будет как раз-таки возможность чуть лучше понять все то, что происходит и додумать какую-то идею. Есть общие правила, которые помогут вам хорошо провести мозговой штурм. Во-первых, вы должны заранее предупредить людей о том, что вы хотите провести мозговой штурм. Заранее это не за час, не за два и не за три. Заранее это как минимум за день. Вторая история. Вы должны очень четко проговорить, какую идею, какую-то тему, вопрос вы в рамках этого мозгового штурма будете поднимать. То есть обозначить свое намерение. Опять-таки тоже заранее. Третья история. Если вы достаточно сплоченный коллектив, то у вас может быть мозговой штурм не самым эффективным, потому что в какой-то момент вы начинаете мыслить одинаково, а если кто-то мыслит отлично, он просто не будет высказывать свою идею, потому что вот он лоялен с остальными членами, ну зачем? Портить хорошее отношение. В такой ситуации будет очень полезно периодически, раз в месяц, раз в два, раз в три, на ваш мозговой штурм приглашать какого-то человека извне, для того, чтобы он трезво и отстраненно посмотрел на проблему и предложил какие-то свои варианты решения. Естественно, четвертое правило хорошего проведения мозгового штурма. Создавайте благоприятную среду. Никто никого не критикует, никто ничего не боится. Еще один метод, он уже посложнее, который позволяет вам оценить, во-первых, генерить максимально много идей на какую-то проблему, во-вторых, если необходимо, он достаточно универсальный, оценить некую идею. Это метод шести шляп мышления. Его придумал британский психолог Эдвард Дебано. Это человек, который увлекался и психологией, и физиологией, и медициной. И, соответственно, в какой-то момент в своей жизни он пришел к следующему выводу, что наше мышление со временем костенеет и становится не таким гибким, более подвержено стереотипам. Это зависит от вашей культуры, от вашего социума, от вашего воспитания в социальной среде. Более того, на ваше мышление каждую конкретную единицу времени может еще и влиять ваше настроение. Соответственно, когда вы подходите к анализу какой-то проблемы или к анализу какого-то решения, вы не всегда оптимальны. Плюс, есть второй нюанс. Как правило, очень часто в спорах побеждает побеждает та идея, которую лучше всего отстаивали. То есть человек может обладать именно хорошими ораторскими качествами и за счет этого отстоять идею она будет реализована, но на самом деле она не будет оптимальна, потому что просто у оппонента не хватило тех самых ораторских навыков, навыков убеждения. И вот собственно чему помогает метод шести шляп? Метод шести шляп помогает идее не сталкивать друг с другом, а анализировать их параллельно. Сначала одну, потом вторую. В чем суть этого метода? В том, что в каждый момент времени вы надеваете определенную шляпу, вы можете это делать метафорически или в реальности, если вам очень хочется, которая отвечает за определенный тип мышления. Здесь, естественно, есть сложность в том, что тяжело заставить быстро переключаться с одного типа мышления на другое, и вам как минимум нужно несколько раз потренироваться, это будет не так эффективно, но зато вы научитесь быстро переключаться, прежде чем вы сможете хорошо, легко, быстро использовать этот метод. Соответственно, надевая шляпу, мы примеряем на себя определенную роль, снимая шляпу, мы сразу же уходим от этого типа мышления. В принципе, какие бывают у нас шляпы? Итак, вот прям по порядку. В момент, когда вы надеваете белую шляпу, это шляпа аналитического мышления. Здесь вы думаете о том, какие у вас есть данные, каких данных вам не хватает по изучаемой проблемы, где их можно собрать, вы не думаете о своих эмоциях, вы не думаете о том, как это могут воспринять другие. Вы просто берете факты, прогнозы и смотрите на все это дело. Вот это максимально аналитический тип мышления, когда вы ничего за других не додумываете. Опять-таки, вы можете надевать эту шляпу на себя, если вы всего один и пытаетесь посмотреть на проблему со всех сторон, или вы можете попросить кого-то в команде, если вы собрались все вместе обсуждать какую-то проблему, надеть эту шляпу или даже нескольких людей в рамках команды, хоть всех по кругу, если у вас есть время. Как правило, времени нет, поэтому просят нескольких, которые чуть более предрасположены к такому типу мышления или имеют в принципе у себя в опыте достаточно хорошее понимание именно аналитической составляющей. Дальше с белой шляпой разобрались. Красная шляпа. Красная шляпа это все то, что касается ваших эмоций и интуиции. То есть вы фиксируете некую проблему или некую идею и дальше просите кого-то надеть красную шляпу и сказать ну и как тебе с этим, что ты чувствуешь по поводу этого, зачем это нужно? Здесь как раз таки очень хорошо дает себя проявить прошлый опыт, который вы возможно качественно не зафиксировали, у вас в голове не отложилось деталей, но вы помните, что вот что-то было не так и вот здесь может быть та же самая фигня. Очень часто так у разработчиков работают, особенно у тех, у которых еще нет опыта 20-30 лет, вот у них там 5-6-7 лет, они что-то когда-то делали, но они это еще могли не структурировать так, чтобы вот прям идеально, если попросят ответить, но какие-то воспоминания есть, вот за счет того, что эти воспоминания приходят, это дальше можно раскрутить и выйти на какие-то возможные проблемы, о чем вы начинаете говорить, когда надеваете черную шляпу, черная шляпа это критика, здесь нужно быть максимальным пессимистом и думать о том, а что может пойти не так, какие у вас есть риски сейчас, в будущем, опять-таки, с точки зрения реализации идей, или с точки зрения какого-то из вариантов реализации, черную шляпу очень полезно надевать на людей, у которых недавно был какой-нибудь очень хороший, позитивный опыт реализации, успешный, потому что, как правило, если вот случилось несколько успешных запусков, успешных релизов, люди чуть меньше начинают обращать внимание на риски и вероятность того, что в следующий раз что-то пойдет не так, возрастает. С черной шляпой разобрались, желтая шляпа, оптимизм, вот здесь как раз-таки мы говорим о том, а что будет крутого, если это будет реализовано, если это будет реализовано таким-то образом. почему важно надеть желтую шляпу, потому что в этот момент ваша команда будет мотивироваться, вот если до этого эмоции, критика, информация, для них все было сложно, надевая желтую шляпу, вы понимаете в принципе, а зачем вы вообще все это планируете сделать, это дает вам силы для деятельности. Одна из самых важных шляп, зеленая, зеленая шляпа отвечает за креативность и инновации. Вот тут вы начинаете думать, что еще можно сделать, как можно реализовать тот или иной механизм, а как еще можно решить эту проблему. Здесь как раз-таки можно использовать абсолютно любые инструменты, что-то рисовать, чертить, конструктор, все, что хочется. Те же самые ментальные карты. И синяя шляпа это по большому счету шляпа того, кто управляет всем этим процессом, то есть руководителя, он начинает всю эту стратсессию и заканчивает, и соответственно говорит о том, что пожалуйста надень шляпу или сними шляпу каждому из членов команды. Вот если кратко, это про то, каким образом вы можете смотреть на проблему комплексно. Здесь очень важный нюанс, в каком порядке шляпы надевать. Это опять же зависит от того, кто у вас в команде, каких людей больше. Очень ситуативно. Я для себя вывела такую схему. Мне очень важны первые две шляпы. У меня в команде очень много критиков, у меня в команде очень много практиков. И соответственно для начала мы надеваем белую шляпу, шляпу информации. Ну это прям классическая история. Мы смотрим на ситуацию. Какая она с точки зрения данных. И собственно что с теми проблемами, которые нам надо решить. Мы посмотрели на все это, дальше мы сразу же переходим к зеленой шляпе. Мы начинаем генерить варианты решений по какой-то проблеме. И вот после того, как варианты решений сгенерились, мне уже дальше не принципиально какие шляпы пойдут. Хорошо бы, чтобы шляпа оптимизма шла в совсем конце, чтобы слегка взбодрить людей. Но дальше уже можно рассказывать про эмоции после зеленой, дальше можно критиковать и дальше можно рассказывать, почему это хорошо. Самое главное, чтобы белые и зеленые прошли сразу, потому что если я вдруг пущу черную, у меня на этом все и закончится. Люди настолько раскритикуют, потому что у меня все в команде практики и все в команде критики, что дальше вылезти уже с чем-то будет невозможно. Глобально, если от всего этого абстрагироваться, на самом деле у вас в команде всегда будет большое количество идей. Почему? Потому что они, во-первых, будут приходить от самой команды, от вас или от разработчиков, или от дизайнеров, плюс идеи, естественно, будут приходить из внешней среды, от ваших заказчиков, от ваших пользователей. Здесь, как показывает практика, только успевая их записывать, потому что идей тысяча и основная сложность, если вы смотрите на какие-то отраслевые отчеты о том, как живется продакт-менеджером, это как раз-таки эти идеи правильно приоритизировать. Вам на прошлой лекции Василина рассказывала про приоритизацию RISE. Методов приоритизации есть много, вот просто дополнительно, если вам будет интересно, покопайтесь в этом деле, в том, как приоритизировать задачи, узнайте много нового и поймете, где там самая большая сложность. Забегая вперед, скажу, что мы, условно говоря, для себя выработали вообще, в принципе, свою модель приоритизации, ни на какие стандартные шаблоны, которые есть на рынке, мы на них посмотрели и сделали свое. Думаю, у Вас, у большинства выйдет примерно так же. Общие рекомендации. Во-первых, заведите, пожалуйста, отдельный софт для сбора идей. Поощряйте команду, предлагать идеи. Это как раз таки о том, что, пожалуйста, не забывайте, что критика хороша, но она хороша только конструктивная. Работайте над культурой идей в команде, чтобы у Вас, условно говоря, абсолютно каждый мог выдвинуть какую-то идею, потому что и как должно работать в продукте. и устраивайте мозговые штурмы с командой, как я сказала, мы это делаем примерно раз в квартал, опять-таки зависит от проблемы. Но их поначалу стоит проводить почаще, просто чтобы команда привыкла к такому формату, вы прошлись по всем основным ошибкам, вы себя стали лучше чувствовать как фасилитатор, чтобы когда настанет день Х и мозговой штурм будет критично важен, он прошел хорошо. Дальше. Вот у Вас, мы сейчас немного ускоримся, потому что я боюсь, что из тайнинга мы выходим. Вот у Вас есть куча идей. Часть из них трансформировалась в гипотезы, гипотезы об аудитории. Прежде чем Вы начнете приоритизировать, их хоть немного нужно проверить. А даже если Вы начнете приоритизировать, то, во-первых, скорее всего в Вашей модели приоритетов будет такой пункт, как насколько цена эта фича ваша предполагаемая для пользователя и насколько вероятно реализация этой фичи принесет Вам успех. Вот, собственно, дальше мы очень кратко пробежимся по методам, которые позволяют, во-первых, оценить возможные риски при реализации фичи, вторая история оценить, насколько эта фича важна по факту вашим пользователям. диаграммы ИСИКАВЫ это как раз-таки тот метод, который позволяет альтернативно называется диаграмма причинно-следственных связей. Этот метод позволяет Вам оценить возможные риски при реализации фичи, что может пойти не так. Изначально метод придумывался для того, чтобы оценивать качество реализуемой продукции в промышленности, но дальше он начал распространяться и, честно говоря, сейчас я вижу его практически везде. В чем суть? Для начала Вы выбираете какую-то проблему, самое страшное последствие, которое может случиться. Например, Вы делаете какую-то фичу, и самое страшное последствие для B2B направления. Вы уже всем ее пообещали, что Вы не успеете сделать ее в срок. Вот Вы отдельно в конце листка фиксируете ее, выделяете в рамочку. Дальше Вы рисуете линию. Эта диаграмма еще похожа на скелет рыбы, поэтому ее называют диаграммой рыбикости. Вы, собственно, нарисовали к этой рамочке прямую линию, хребет рыбы и дальше рисуете главные кости. Как Вы рисуете и что Вы там пишете? Вы задаете себе вопрос, а что может верхнеуровнево случиться, что мы не успеем в срок выпустить фичу? Почему диаграмма ИСИКАВА очень хорошо пересекается с методом пяти? Почему? Я думаю, о нем вы слышали. Потому что, например, у нас человеческий фактор сыграл свою роль. Потому что у нас не хватило серверов, технические проблемы. Потому что у нас полностью поменялась стратегия компании. Для начала вам нужно выделить максимально возможные и высокоуровневые группы рисков. Дальше вы выделяете основные группы рисков и задаете еще раз вопрос, почему? А почему у меня может так получиться, что в компании поменяется стратегия? А почему у меня может так получиться, что человеческий фактор сыграет свою роль? Здесь вы, например, можете сказать, ну, потому что у меня мало ресурсов, а разработчик заболел. Или потому что у меня у людей низкая мотивация. На самом деле, почему хороша эта диаграмма? Потому что в обычной жизни вы будете смотреть на самые очевидные риски. А какие-то менее очевидные вы пропустите. И именно они могут в конечном счете сделать так, что вы не достигнете своей цели. После того, как вы составляете вот эти вот, вот этот скелет, у вас формируется примерно такая история. просто еще раз пройдемся по этому графику. Ваша самая страшная боль, ваш самый страшный страх, что качество продукта будет не соответствовать требованиям. Почему это может произойти? Первое почему? Верхнеуровневое. Из-за того, что он сыграл человеческий фактор, у вас плохие процессы, у вас старое оборудование, в принципе, у вас были проблемы с оборудованием, у вас были проблемы с менеджментом, у вас были проблемы с материалами, и в целом у вас среда не самая благополучная. И дальше вы смотрите, а там, почему проблемы с людьми, как они возможны? Потому что люди, в принципе, устали, потому что мы берем студентов, а они у нас низкоквалифицированные работники, не до конца все понимают и, собственно, делают не так качественно. И вот так по каждому из пунктов. И вот как только у вас основной скелет сформировался, вы берете вот эти вот самые низкоуровневые причины, то есть следствие у вас качества продукта не соответствует требованиям, изначальная исходная причина, вот здесь по пунктам усталость работника, недостаточная подготовка, низкое качество сырья. Каждая из этих причин может привести к вашему следствию. Вам надо понять те из этих причин, которые для вас представляют наибольший риск. Как вы это можете сделать? Вы оцениваете каждую из этих причин, самых низкоуровневых, еще раз повторюсь, по двум параметрам. Вы это делаете экспертно, вот уже на основании своего понимания или понимания команды группового. Два параметра. Реалистичность, то, насколько вероятно, что она правда произойдет. И влияние, то, какое влияние она окажет на финальный результат, на ваши следствия. Процентное содержание вы можете брать такое, как в таблице, или можете вывести какое-то свое. Здесь не принципиально. и вам важно составить вот такую матрицу, где у вас на одной стороне влияние на другое реалистичность, и в ячейке матрицы вы записываете все вот эти вот исходные причины. естественно, для вас самые важные это те, которые максимально вероятны, здесь они отмечены таким розовым, и высокие, оранжевые. Вот на них нужно обратить самое большое внимание. Что вы можете с ними делать? Вы можете на основе того, что вы понимаете, что у вас есть такие причины, во-первых, заранее сказать, я хочу делать эту фичу, я вижу, что она высокорискованная, поэтому я заложу в полтора раза больше времени на то, чтобы ее сделать, или я попрошу в полтора раза больше, в два раза больше денег на то, чтобы ее сделать, потому что в любом случае у любого проекта есть бюджет, даже если проект это реализация какой-то фичи. Ну, то есть вы, зная риски, постарайтесь заранее продумать, как их минимизировать, или в принципе вы понимаете, что это слишком высокорискованная задача, я лучше, я поставлю ее в свою дорожную карту, но за счет того, что она слишком высокорискованная, она у меня пойдет с более низким приоритетом, и я пока буду делать другое. На практике, конечно же, очень редко, когда получается найти время на то, чтобы по всем вашим фичам такую историю сделать. Делается это обычно по самым ключевым, по самым высокорискованным, именно на основе вашего субъективного ощущения, когда вы делаете что-то кардинально новое, вас это пугает, вот тогда вы садитесь и рисуете эту диаграмму и сяка, вы смотрите, что может пойти не так. Здесь еще очень важный момент, как оценивать влияние. Условно говоря, у вас есть фича, которая принесет вам 100 тысяч рублей. И есть какой-то риск, который в итоге уменьшит эту прибыль в два раза, то есть вы получите всего 50 тысяч рублей. Вот это что? Это высокая вероятность, высокое влияние или низкое влияние? Потому что с одной стороны мы можем смотреть и оценивать влияние только с точки зрения вот этой конкретной фичи, а с другой стороны, например, вы знаете, что компания зарабатывает 10 миллионов. И вот если смотреть глобально в рамках компании, вот это уменьшение в два раза, оно кажется большим или маленьким? Тут все-таки, как показывает практика, лучше смотреть и оценивать влияние с точки зрения вот этой локальной одной фичи, несмотря на всю прибыль, несмотря на всю компанию. Что мы сегодня узнали? какими бывают дорожные карты? Я рассказала вам о том, каким образом можно заставлять себя нестандартно мыслить и дала пару вариантов того, как оценить идею с точки зрения того, насколько она важна пользователям и, в принципе, с точки зрения того, насколько она рискованная. Всем пока, всем хорошего вечера.